Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Как видите, сзади меня, у меня тут конструкция стоит, я песни записываю для вас. Наконец-таки нашла, где более-менее звучит звук хорошо, да, это на телефоне. Удивительно, но да, на телефоне неплохое звучание, ну как бы более-менее приятно ушам слушать, а на камере почему-то не записывается так хорошо. Вот, ну на камере, которая у меня есть здесь, да. Что сегодня у нас? Третье число. Мы с Денечкой проснулись. Вчера в гостях у меня была Ленусик Хэппи с малышкой, вот, ну что-то она к вечеру закапризничала, за папой соскучилась, вообще не собирались ночевкой остаться, но папа приехал, их забрал. Вот, ну хорошо, провели время, поболтали, классно. Сегодня мы уже проснулись, Денька, я попела, записала песню, вот, надеюсь, что так все и пойдет. Я должна несколько песен записать, и тогда я уже буду открывать канал, чтобы я понимала, что у меня есть записанные песни, которые я буду выставлять. Потому что записание песен тоже, знаете, это надо, чтобы было вдохновение, надо было, чтобы вот настроение, вот, тоже все условия должны сойтись, не так спонтанно. Сейчас я хочу пойти в фикс прайс, я вам говорила, что все видео я переношу на свой второй канал с фикс прайсом, потом обязательно подписывайтесь. Там какая-то сейчас новая коллекция вышла, я хочу заехать с Денечкой, посмотреть, что-то приобрести, обязательно снять на свой второй канал. И хочу зайти в магазин, у меня закончилось молокомое, соевое, и куда-то еще хотела зайти. Ну, наверное, все, потому что уже темнеет на улице, если честно, я долго собираюсь, вот это пока то, пока это. В общем, завтра, может быть, приедет Кристинка. Я начинаю влог, и вы со мной, вот, так что поехали. А, с Новым годом! А, я уже поздравлял, я уже в этом году снимала влог. В общем, поехали. Ой, мои хорошие, непредсказуемый день, так вот нормально, выгляжу прилично. Накрасилась, собралась выезжать. Чувствую, что-то меня останавливает. Ну, чуйка просто какая-нибудь, да, что либо я непродуктивно проведу этот вечер. Короче, решила никуда не выходить, заказала онлайн-заказ на втором моем канале, ссылка под видео. Вот очередной онлайн-заказ, мне прям понравилось. Заказала свое любимое молоко, я главным образом хотела выйти, потому что молоко закончилось. Я заказала 5 литров молока своего любимого, всяких вкусняшек, обалденный киви просто, киви голд. Такой вкусный, просто очень-очень. Соки всякие разные, все суперклассно, мне понравилось. Тоже доставка была бесплатная. В общем, зайдите на второй канал, посмотрите. Сейчас сижу, смотрю Шерлок, английский, вот, английский или там, короче, какой-то Шерлок. Вот, мороженое заказала тоже вкусненькое, вот Денька доедает там его. И валяемся, и уже время полдесятого, очень быстро время пролетело. Короче, сегодня я дома. Вообще, сегодня звонила Кристине, хотела, чтобы она сегодня приехала, но у нее сегодня гости, там все дела. Договорились на завтра, надеюсь, все сложится хорошо. Она приедет. И с Таней тоже созвонились, она тоже себя сегодня в порядок приводит. И, возможно, завтра тоже приедет. Будем уже снимать видосы для вас. Вот. Ну, я пока еще спать не буду. Все, начался Шерлок. Ну что, мои хорошие, вечер подошел к концу. Я сейчас умылась, кстати, попробовала новый этот. Люся мне прислала из ее магазина. Пробничек такой, сода такая корейская, пилинг. Так. Блин, кожа сразу другой стала. Я вот прям сегодня красилась, думаю, блин, надо что-то сделать с кожей. Потому что я трогаю, она вся такая бугристая, знаете, как будто вот у меня еще выскочил этот прищ. Видимо, эти дни начинаться скоро будут. И прям такой болючий, конкретный, два в одном там. Болит, главное. Вот. И я прям сделала этой содой сейчас вечером, умылась. Кожа прям вообще гладенькая, кайфучая. Я прям кайфую. Настроение сразу поднялось. Сейчас смонтировала вам видео со своими фаворитами. Когда выйдет этот влог, эти фавориты уже будут. Я оставлю и здесь в подсказках. И под видео могу оставить ссылочку на мои фавориты. Посмотрите. Это то, что я с собой забираю. Кто не смотрел еще, это то, что я с собой забираю в 21 век. То, что в 20-м я нашла. Кайфовые всякие косметические. Ну, то, что мне прям понравилось. Прям вот находкой моей было. От чего я кайфовала в 20-м году. Решила такие вот видео фавориты снять. Сейчас я смонтировала это видео. И сейчас собираюсь идти спать. И про книги. Думаю, поделюсь с девочками. Меня в последнее время не радуют книги. Я вроде бы такие популярные какие-то книги. Расскажу, что меня бесит просто. Меня бесит. Я какой раз приобретаю книгу, начинаю ее читать. И у меня ожидание, например, что я что-то там узнаю интересное. Сейчас мне расскажут, откроют что-то, да, вот люди, которые чего-то добились. Короче, первое, что мне не понравилась книга, я ее еще и не дочитала. Но как бы читаю, но мне уже не нравится. Потому что там вот какой-то напор такой идет. Нисы. Нисы или несы, короче, там по-разному читать можно. Какое-то подбадривание идет, знаете. Как будто ощущаешь себя человеком, у которого что-то в жизни не получается. Да, там и тебе нужна прям поддержка моральная чья-то, как будто, да. И вот эта книга, значит, верьте в себя. Вот это вот это. Вам просто надо отбросить это, сделать это. И думаю, блин, да я и так это все умею делать. Я как бы думала, что это другое будет написано в книге, да. И вот я читаю, как будто вот меня подбадривают, подбадривают, когда мне это абсолютно не нужно. Сама могу подбодрить, кого хочешь. Думаю, ладно, оставила эту книгу пока, начну другую. Я еще взяла книгу, сейчас скажу вам. Мэй Маск. Женщина, у которой есть план. Вот, начинаю ее читать и думаю, ну, просто хотя бы меня может вдохновить история просто какого-то человека, да, которого вот так вот она жила, там, к примеру, да, ну, если уж брать биографию, да, потом вот у нее все было так, так и так. Ну, вот фильмы мы иногда смотрим, да, тот же Фейсбук, там, да, вот этот основатель Фейсбук, там, основатель Макдональдс тоже мне понравилось. Ну, когда ты читаешь книгу и тебя в ней подбадривают, верьте в себя, делайте вот это. Вот если у вас вот так вот, значит, она рассказывает о том, как она там, значит, жила, как ей было тяжело. То есть сначала она рассказывает это, а потом она говорит, вот если у вас вот так вот, делайте вот так вот, а вот если вот это, то вам надо вот это. Вот как-то, знаете, вот, ну, опять же, чувствуешь себя каким-то человеком, у которого все плохо в жизни. Это вот книга для тех, у кого что-то не получается, не хватает им вдохновения вот этого подбадривания. Опять меня здесь подбадривают в этой книге, меня аж это раздражает, не знаю почему. Думаю, да что ж такое? Нельзя написать просто какую-нибудь биографию, да, просто человек поделился своей жизнью, не надо подбадривать, я уж подбодрюсь тут сама. Короче, меня вот это вот расстраивает в книгах, это меня напрягает. Вот, и, короче, из последнего, что я почитала, мне вообще ничего не понравилось, я как-нибудь сниму видео, если хотите, да, о книгах, которые я прочитала, я уже их прочитала в 20-м году, прям уйму получается у меня так. Вот, из всех пока что номер один, номер один, это книга Homo sapiens, История человечества, да, этого Юваля. И мне понравилась Пелевина книга, взгляд, не помню, как точно называется книга, взгляд на гору Фудзи, что-то такое с гору Фудзи там название. Вот, мне понравилось то, что там такая аналогия с буддийским взглядом, вот, мне это понравилось, как там это всё рассказывается, описывается. Было любопытно. И всё, и всё, Паула Куэлли у меня разочаровал, точнее, не разочаровала, наверное, просто, как мне сказали, может быть, я выросла с этих книг уже, с Паула Куэлли для определённого возраста, и как-то оно, одна, вторая, вообще, что-то не зашли к ней. Ой, ну, короче, у меня там ещё есть пару свеженьких. И вот эти Ниссы надо ещё, Ниссы, Ниссы, Ниссы дочитать тоже. Ну, там вообще, там сразу, там даже не история, не биография никакая-то, а сразу прям, вот тебе, сразу тебя подбадривают. Я не знаю. Может быть, кто ищет такие книги, да, то это вот, наверное, самое то. Когда вот всё плохо, знаете, а вам надо, чтобы кто-нибудь вам говорил, да давай, да ты чё, давай, да вот надо просто вот так сделать, вот так сделать, а вот так взглянуть, а вот так подумать, а вот здесь вот это, вот это, привычки, там мы, да-на-на-та. Короче, вот так вот я сейчас напрягаюсь из этих книг. В общем, я в поиске какой-то классной книги, которая меня впечатлит и что-то откроет для меня интересное, эмоции какие-то интересные вызовет, знания какие-то интересные даст, опыт переживания какой-то новый, интересный, вот. Я надеюсь и верю в то, что я найду такие книги. А пока в поиске. Всё, пошла я, девочки, спать. Завтра встаём. Надеюсь, ко мне приедут девочки, получится у них. Вот. Мне кажется, получится у них уже под вечер. У Кристины точно уже где-то к вечеру ближе, поэтому, наверное, днём надо всё-таки мне выехать. Всем привет, мои хорошие! День следующий. Сегодня, наконец-таки, я решила выйти. Девчонки должны были сегодня приехать, но, в общем, Кристина перенесли на завтра. Она монтирует для вас видосики. У Танюши клиентки сегодня. И, может быть, к вечеру она заедет, мы будем её красить. Вот. Красить будем на мой канал. Мы сделаем ей затемнение корней. У нас такая идея. Вообще, она купила сумасшедшую краску, съёз, которая когда-то меня осветлила за 5 минут. И я говорю, будет смешно, видите, если твой голос останется у меня в руке. И что-то она испугалась. И говорит, ну, это её инициатива была. Она пошла без меня за этой краской. Я бы её не рекомендовала, конечно же, брать. Но она пошла без меня в Ашан, купила её. И, короче, сейчас она будет у неё стоять до лучших времён. Я говорю, когда это... Я ей не говорила, вам говорю, что это... Просмотры упадут, когда... Берём краску. И будет называться «Моя лысая подруга». Как это произошло. Вот. Возможно, сегодня она приедет к вечеру после работы. Либо завтра. Посмотрим. Завтра ещё и Кристина. Короче, совместные видосы. Я всё надеюсь, что мы снимем. А сейчас я иду в Фикс Прайс. На второй канал снять вам новиночки. Из дома они выходили сто лет. Вот. Мой лучок. Сегодня я не хочу привлекать внимание. Ресницы даже не накрасила. Просто я ещё хочу вам видео там снять, затестить кое-что для ресниц. Вот. И, короче, вот такая я сегодня. Натоптала уже. Но всё равно буду вечером убирать. Потому что завтра гости. Кто мой хороший, ай, мы хорошие. Вышли мы на улице. Такая погода просто замечательная. Мы ещё так тепловато оделись. Я думала, что мороз жуткий, какой-нибудь холод. Бррр. Ну, на самом деле солнца нет. И пасмурно немного, конечно, так себе на улице. В этом смысле. Но погода классная. Ветра нет. Прям супер. Да. Денька сто лет не был на улице. И он прям улыбается, идёт. В общем. Сейчас заедем сначала по делам. Сделаем то, что вот по плану, да, фикс прайс. С полочек посмотрю, что... А может быть ещё что-то куплю. Точно ватные диски мне нужны, закончились. Уже то это... Ватные диски, короче, это нужная вещь уже там. По сусекам, как говорится, скребут. Вот. А потом посмотрим, куда заедем. Время сейчас полчетвёртого, блин. Ну, конечно, спать меньше надо. В общем, возьмём вас с собой. Надеюсь, сегодня будет более интересный день, чем вчера и позавчера. Так, ну что, мои хорошие, мы заехали в фикс прайс. Сняла я полочки. Да, действительно, очень много новинок. Поэтому можете проходить на мой второй канал. Я думаю, одновременно с этим влогом выйдет и прям обзор с полочек. А потом следом будет видео, что я купила. И там вообще для теста очень много прикольных новинок. Реально. Прям класс. Я вас порадовалась. Ну, а всё на втором канале. Так что, кто любит фикс прайс, обязательно подписывайтесь на мой второй канал. Я вас там всех жду. Будем там проводить наши опыты, тесты, покупочки с фикс прайсом. Так, а сейчас вот время у нас полпятого. Домой не хочется. На улице ещё светло, смотрите, светло-светло. Я думаю, как бы с Денечкой нам провести время. И есть варианты поехать, может быть, в горизонт. В горизонте я бы зашла ещё в хофф и посмотрела там занавески, какие есть. Я всё-таки хочу сделать классно, чтобы у меня прям суперклассно было в студии моей. Пойди посмотреть, что ли. Сейчас подумаю. Иногда вы просите Силе, снимай дорогу, что-нибудь говори. Вот тот самый момент, когда я решила подснять дорогу, уже смеркается у нас на улице. Мы подъезжаем к горизонту. Я... Новомодные. Вот. И я их уже мерила. Надо ещё раз пойти померить их. Всё-таки, наверное, взять. Если они остались, потому что там, по-моему, вообще один размер был. Сейчас я еду по Нагибино. И вон впереди сейчас будет уже мерцать горизонт. Поворот налево. Нам нужно перестроиться. Вот. И всё-таки прихожу к тому, что, наверное, нам нужно покушать. Потому что время без 15.05. Сейчас Таня уже сказала, чтобы она приезжала сегодня. Мы будем её красить. Она сейчас вот работает. Да. Нужно покрасить её. Ну, там, корни новой техникой. Увидите. Так что её сегодня. Потому что я прям настояла. Вот. И сегодня она приедет. Я говорю, чтобы ты завтра была при параде уже. Потому что Кристина... Мы прям уже точно договорились, что она завтра приедет. Может, даже и без звонка уже. Если я буду ещё спать, она будет стучать и будить меня. Вот. Я говорю, ты должна уже быть при параде с покрашенными корнями. Потому что мы будем снимать развлекательные видосики. И завтра уже тогда, возможно, вы увидите их впервые, втроём. И напишите, кстати, в комментариях. Здесь можете прям даже писать. Если у вас есть какие-то идеи для совместных видео, что бы вы хотели, прям, что бы вам было интересно увидеть вот втроём, да. Потому что Кристина, да, с которой мы вот возобновили наши супер-мега взаимоотношения. Год не общались. Есть Таня, с которой вот я год общаюсь, а до этого 5 лет не общалась, представляете. И это, ну, как бы интересно, да. Очень много комментариев просто по поводу наших дружб, да, как сказать. Интересно просто, что бы вы хотели вот такое совместное, тем более вы Таню и Кристину вместе не видели ещё ни разу, снять. Ну, у нас есть некоторые идеи, да, какие-то развлекушечки. Ну, может, вы ещё подкинете что-то. Пишите здесь обязательно в комментариях. Это видео как раз выйдет в тот день, когда мы все будем снимать. Когда ко мне все приедут, и мы будем снимать видео. Поэтому параллельно я буду заглядывать в комментарии, читать. Вот. Может быть, вы что-то подкинете, и если у нас останется время, мы возьмём и снимем даже. Представляете, что-нибудь интересное. Так, всё, сейчас я заворачиваю. Вот там у нас H2O, там Сицилия, моя любимая. Сейчас я вот здесь припаркуюсь где-то, и мы с Дэнькой, наша любимая с Дэнькой, ой, какая я. Сицилия, моя любимая. Наша любимая с Дэнни, там вкусное, там детское меню. Единственное, что сегодня, вот честно, я сейчас не знаю, какой день недели. Надо посмотреть. Я просто реально не знаю, какой день недели. И есть ли там места, и будет вообще ли нам здесь припарковаться где? По близости. Ой, девочки, мы чудесно припарковались вообще. Вот здесь прям, вот там вот у нас вкусная конфетка. Ой, чупочки. Вот там вот у нас Сицилия. Мы сейчас пойдём покушаем, а потом вот так перейдём дорогу, да, и вот там пойдём уже в Ховса идём. Вот. И заодно по улице прогуляемся. Мы везунчики. А вообще я сейчас понимаю, что ещё рано я сказала, что мы везунчики. Надо, чтобы было место в Сицилии. Сейчас же выходные. Естественно, все вот это вот сидеть хотят, наверное, где-то отдыхать. Давай, зайка, выходи. Что у нас за мусор здесь? Выходи, солнышко моё. Пойдём покушаем сначала, чтобы на голодный желудок. Отходи. Машина грязная, трындец у меня. Ну, я всё время какая-то красивая такая выхожу, что я не могу мыть машину в таком красивом виде. Давай. Не, прыгать, может быть, сегодня не будем, Дэн, давай на воздухе лучше проведём время. Мы три дня дома сидели. А прыгать это опять в помещении, понимаешь? Пойдём лучше покушаем вкусное и погуляем. Пока я там договаривалась со столом, посмотрите на моего ребёнка, залез на мотик. Дэни, ты поехал, зай? Ты поехал? Едем. Давай, едем. Да, супер. Так, мы зарядили туда 100 рублей. Ой, смотри, начало. Деньке нравится. Давай. Нам не важно, какая дорога. Давай вот этот. Автомат? Ладно, автомат. Готовься. Два, один. Поехали. Смотри. Давай, давай, давай. Вот. Дэнь, смотри, ты же едешь. Видишь, ты упал? Вот так едешь. Смотри. О! Ты видишь? Мама, помогай. Я тебе давай вниз. А! Ну, мне одной рукой неудобно. Во, во, во. Видишь? Не, не нажимай, а отпусти. Вот так, смотри. Ты едешь. Здесь есть гад вообще. А ты тормозишь. Давай, едь, едь. О! Дэнь, смотри, куда ты едешь. Ты едешь? Ты смотришь? На дорогу вообще не смотрит. Все, смотри, ты упал. Поднимай. Поднимай. Мне, по-моему, интереснее это, чем ему. Так, у нас тут стол освободился. Дэнь, как видите, не хочет идти. Ему понравился этот мотоцикл. Вот он там сидит. Сейчас я сделаю заказ без него. Мой мальчишка идет. Ищет меня. Дэнь! Иди сюда. Иди сюда. Нет, не ищет. Ни хрена. Пошел опять. Уже все ушли, все равно идет. Жопа маленькая. Короче, Дэнька никак не хочет идти. Пошли с ним помыли руки. И он убежал от меня опять к своему этому мотоциклу. И сок ему принесли. Мне вот какао принесли. В общем, буду ждать макароны. И тогда я его на макароны уже заманю. Так, мы пересели за другой столик, где Дэню я буду лучше видеть. Вот отсюда я его, видите, как вижу. Ему понравился мотоцикл. Сейчас я его загоняю, чтобы он поел макароны. Говорю, потом покатаешься. Нет, он хочет. Принесли ему макарошки уже. А я еще свое жаркое любимое жду. Пришел, мальчик, наконец-то, макарошки поесть. Не горячие? Дуй. Кисть. Ты же знаешь. На дуть. Это выкинуть. Так, ну что, принесли мое жаркое из индейки. И прям я смотрю, такие прям зажаренные картошечка прям. Зажаренные кусочки картошки, вот так я хотела сказать. Вот. Ну, посмотрим. В принципе, я всегда была довольна жаркоем, которое здесь готовят. Приятного аппетита. Вот так вот моя рыбка все съела. Молодец такой. Ну, я почти все съела. Сегодня, кстати, на удивление. Картофель вкусный, как всегда. Соли достаточно было. Прям вот как я люблю. Потому что обычно я все время досаливаю. А в этот раз прям идеально. Все. Сейчас мы попьем какао, сок. И пойдем в хофф смотреть за навесочки какие там. Доела. Умничка. Доела. Да умничка ты мой. Клади сюда вилочку. Вытирай ротик. Ручками держи. Молодец. Как и обещала Деньке, говорю, покушаешь, пойдешь. Все, он только покушал, сразу я покушал. Я покушала и побежала. Сидеть опять там. На мотоцикле с вами. Кстати, девчонки, ботинки сегодня одела. Блин, мне в них реально прям жарко. Они вот прям 100% зимние. Кайфы. Я не могу. Каждый раз, когда я их одеваю, я радуюсь. Они мне нравятся даже больше, чем мартинсы мои, представляете? Вот тебе и пожалуйста. Так, мы вышли. Решила все-таки проехаться до хофф. Ветер поднялся небольшой. И я смотрю, что хофф как-то далековато находился от того места, где мы находились. Сейчас вот я припаркуюсь и пойдем в хофф. С краешку сильно не будем ходить. А, столы мне надо было посмотреть, кстати. И занавески какие там есть. Там есть мой размер по длине, я имею в виду. Ну, здесь даже ближе на этой парковке, если я встану. Но, как я всегда, есть место. И то хорошо будет. Короче, девочки, зашла в хофф. У них вся тюль почти по 2,80 высота. И в ширину по 3. Ну, вот я смотрю. Ну, не люблю я. Не нравятся мне вот эти какие-то непонятные квадратики. Не, как бы у кого-то, может быть, оно хорошо будет смотреться. А мне нет. Вот это вот блестит. Блеск не хочу тоже. Хочу матовость. Вот она идет стандартная у нас, да? Вот она обычная. Вот такой прозрачности. И вот она мне говорит, ищите, смотрите. Подсказать не может. Ну, вот, смотрите. Вот эта же, она же в овисит. Как будто просто белая, да? И по мягкости. Прикольная. Это стоит 1699,280, да, 3 метра. Полистер. Вроде мягенькая такая. Сейчас я вам покажу. Я еще нашла тут. А, есть еще цвет вот такой тоже прикольный. Да? Ну, я белый, наверное, все-таки буду брать. Не буду экспериментировать. Здесь какая-то ткань. Но она тоже опять уже крапинка какая-то. Плюс, мне кажется, ее выглаживать надо будет. Вот это сколько стоит? Короче, вариантов тут много. Больше, чем в Леруа, я вам скажу. Сейчас. Ой. Это 1699. Слушайте, я дешевле видела. Сейчас мы пойдем с вами, покажу вам дешевле. Это вообще 2. 3 тысячи. Ну, не 2, 2 999. Так. Она говорит, все тюльки тут висит. Вот этот, мне кажется, более плотный. Ну-ка. Короче, вот так вот я выбираю. Это в 2 слоя он. Угу. Так. Ну, я видела на стенде. Так. Вот еще один вариант увидела. Но здесь, типа, пожмак она. Видите, жаккард такой. Ну, тоже. Она прикольная. Я бы взяла посмотреть. Ну, мне кажется, этот жаккард пожмака не пойдет мне. Короче, все-таки нашла я один вариант. Может, он все-таки вот этот? А? Она еще и со скидкой. 1200 рублей. 2,83 метра. Вот она, мне кажется, прям плотная. Надо будет ее, может, прогладить. Да? И при этом без всего. Без всяких завитушек. Да? Сейчас еще посмотрю. Короче говоря, решила вот этот взять. Что-то он мне приглянулся. Все-таки вижу, что он и прозрачный, и прям плотный. Видите? Взяла 2. Их нет 5-метровых. И скидка у них по 1200. Вот я 2 взяла. Посмотрим. Да красота. Пульт положи на место, зай. Пульт положи на место. Девочки, смотрите. Наш диван. А, наш диван чуть дороже был. 17,990. А, все. Я думала, он дешевле. Я думаю, гля, мы за 9... У нас почти 20 получилось. 18,990. 19. 18,990 у нас. На 1000 рублей, короче, у нас дороже, потому что у нас в другом цвете он. Ладно. Короче, девочки, взяла я еще в ванну новую. С красивыми большими этими цветами такими. Ну, короче, листьями, листьями. И вот такое мусорное ведро. У него скидка сейчас. Оно как раз подходит мне. Все, идем на кассу. Так, ну все. Я специально не сняла маску, чтобы вы увидели, какая она у меня блестящая, красивая. Такой пакет яркий у нас. Ой, ветер. Опять у меня были бонусы. 500 с лишним рублей скидку составила. Кайф. Так приятно. Так, ну что, пришли домой. Первым делом сейчас покажу вам все. Распакую. Я думаю, что сегодня я уже покажу готовое. Вот смотрите, какой. 899 рублей. Сразу, слушайте, увидела. Сразу понравилось мне. Вот так будет выглядеть. Вот я вам не показала с другой стороны. Вот такие листья красивые. И цвета, вы видите, какие? Такой вот зеленый. Прям вот в моем стиле, мне кажется, в ванне будет круто. В общем, сегодня надеюсь повесить. 180 на 180. Олив белый. Вот такое мусорное ведро. Видите, оно стоило 799. И, кстати, другого цвета. Оно так и стоит, по-моему, там 600. Тоже со скидкой, только вот здесь больше всего скидка. Короче, можно вот так. Но мне, честно говоря, вот эта вот тема не нужна. Ну, могу оставить пока, да, но в целом она не нужна. Здесь можно просто ее снять. Вот так вот. И она мне, ну, как бы я такую прямоугольную искала. Достаточно вместительную. Пойдемте посмотрим. Так, смысл в чем? Смысл в том, чтобы засунуть ведро, не открывая второе. Мне нужно было вот такое узенькое, да. Ну, и как бы у меня там нормально вот этого места, да. Поэтому прямоугольное, а не квадратное. Ну, отлично. По-моему, это намного лучше вот этого, потому что у меня тут застревало все. Так, сейчас застелю его. И по цвету еще тоже красивенько, да. Класс. Итак, смотрим. Вот так оно открывается. Единственное, что я люблю, открыла и сразу бросила, да. Поэтому, скорее всего, у меня будет всегда оно вот так открытое. Ну, и заодно туда залетать ничего не будет, да. Все, я довольна. В Хофф продаются еще такие темные. То есть, у кого, если темное нужно, да, там прям такие темно-темно серый графит с серым перемешкой. Здесь, видите, идет у меня мятный и... Мятный серый, а там графиты серые. Вот. Оно как бы черное даже. Вот графит черный такой почти. Так, все, дальше. Занавески. Так, ну и занавески понятно. Слушайте, а там удивительно, что я такая взяла, причем взяла раз-два взяла. Она говорит, ой, подождите, подождите, здесь есть два цвета. И она говорит, вы как раз взяли разные. Я говорю, в смысле разные? Они же почти одинаковые. Что, моя кошечка, соскучилась. И да, девочки, они почти одинаковые. Вот здесь только написано белый, а там написано экрю. Он молочный. Но он вообще почти вот так вот рядом их ставишь, он вообще не отличается. Я сначала думаю, может быть, не белый взять, а экрю этот. Она говорит, если у вас стены белые, то будет смотреться немного грязновато. Поэтому лучше белый взять. Короче, я взяла в итоге белый, две. Переживаю за то, что... По три метра они, да, в ширину. Переживаю за то, что там в середине будет разрез, ну, как бы видно, да. Она говорит, не будет видно, потому что у вас все будет в складочках. Поэтому не переживайте. Если что, две недели обмен-возврат. Вот. Так что тоже хочу сегодня повесить и покажу вам, как будет. А моя вот эта уже вот, видите, у нее цвет внизу здесь изменился. Ну, и она уже какая-то такая вот грязноватая. Конечно, можно постирать все это дело, но что-то мне не как-то стирать, не как-то что-нибудь новенькое. Она такая была и недорогая, насколько я помню. Ну, такая средняя, может, тоже где-то, да, 500, 600, 800, где-то так стоило. Я, по-моему, тоже ее брала в хофф. Вот. Но мне сейчас хочется что-то другое. Я такая, видите, переменчивая. Это кому-нибудь отдам или сложу вообще, может быть, что-то накрыть там нужно будет. Ну, в принципе, ткань хорошая, плотная, пригодится. А еще вспомнила, что мама принесла мне мои статуэтки, которые я говорю, вот как будет у меня места больше в квартире, привезти обратно мне их отдашь. Они у мамы хранились все это время. Это я покупала в Египте. Вот. Это такая статуэтка лев. Да, когда я была в Египте, я купила его. Мне он очень понравился, такой классный. У меня подруга тогда коллекционировала слонов всяких разных. Я ей тоже привозила слонов, где бы я ни была, чтобы не видела, в какой стране, городе привозила я слонов. И мне так понравилась эта затея, что она коллекционировала их, и я тогда решила коллекционировать львов. Почему нет? Я лев по знаку зодиака. Пожалуйста. Просто вот эта вот мурында, неравнодушная к пакетам. Так, и еще у меня здесь тоже еще один лев. Тигр, точнее. Ну, я начала... Или львиться. Так вот, посмотрите. Это, наверное... Хотя полоски, видите, тигр, наверное, больше, да? Но я собирала не только львов, я собирала все семейства кошачьих. В принципе, они мне нравились. Вот такая понравилась мне статуэточка. Не знаю даже, из чего она, честно говоря, сделана. Но полоски вроде это тигр, да? Не львиться. Да твои, твои, собратья, нюхай. Теперь этот лев будет украшать вот здесь вот. Тигры сюда тоже пока поставлю. Вот это, когда новогоднее разберу, красоту все. Найду им тоже место. Кстати, вот, в стиле фикс прайс, да, последняя, белая, потертая. Ну что, мои хорошие, планы сегодня снова поменялись. Таня не приедет, потому что она неправильно поняла меня. Я неправильно высказалась. Я думала, она к восьми приедет. А оказывается, я не говорила слово к восьми. Я сказала, что пока я то, 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 то сделаю. И она думала, что я должна позвонить. В итоге уже, блин, начало десятого, полдесятого, она мне говорит, я жду звонка твоего. Я говорю, ты едешь? Она говорит, я жду звонка твоего. Но в итоге говорит уже, давай на завтра перенесем. Завтра еще днем Кристина должна приехать. Короче, я надеюсь, что у меня ещё свои заботы тут тоже дела. Ну ладно, короче, я постараюсь всё это просто провернуть так, чтобы мы максимально сняли видео. Вот, так что, так что-что, так что-что, смс. Сейчас иду Деньку укладывать спать. Включила сейчас сериал, называется «Её секрет», наш русский какой-то сериал, там многосерийная мелодрама, захотела мелодрамочка какого-то. Вот, ну и всё, и потом вообще монтировать планировала вот это видео. Так, ну что, давайте, первое, это я поменяю занавеску. Вот как было, да, вот, сейчас поменяю. Так, в комплект здесь входят свои вот такие штуки. Вообще я покупала специальные прозрачные, думаю, белые тоже будут хорошо, чтобы те не снимать, сразу эти одену. Здесь вот такие у нас отверстия, состав стопроцентный полиэстер. Сейчас всё один. Так, ну что, смотрите, вот так получилось у нас. Симпатично, красиво, видите, оно не яркое такое, оно такое прям какое-то под пеленой как будто. Цвет очень красивый, подходит шикарно. Вот, смотрите, подходит. Подходит под цвет, видите. Очень даже симпатично. Короче, я рада. Что-то прям как-то уютнее, веселее, что ли, тут получилось. Так, ну а теперь запоминайте, как было здесь. Сейчас хочу эту занавеску снять и повесить более плотную. Так, девочки, смотрите, я повесила пока одну, чтобы сравнить, насколько она плотная. Вот мне кажется, что, наверное, типа того я что-то и хотела. Сейчас повешу тогда вторую и будем ждать, когда она разгладится. Но я ещё попшикаю её. Вот, ну, вроде то, что я хотела. Она матовая, она больше закрывает всего, да, то есть не такая прозрачная, как предыдущая. Ну и сейчас, если ещё одну повешу, то будет ещё более интереснее. Итак, крошки, вот что у нас получилось. Ну, честно говоря, мне не нравится вот этот разрез здесь посредине. Я бы хотела без него, ну, посмотрим, как вроде, ну, в принципе, вот так раз открыл, зашёл, да. Может быть, как-то может сдвинуть его даже вбок. А может, не суть важна. Сейчас напшикала всю её, чтобы она пока у нас свисала и выравнивалась. Ну, вот такие вот складочки. Тем не менее, она прозрачная, то есть она больше закрывает, меньше видно уже там, что находится, да. Вот как раз-таки ещё днём посмотрим. Ну, это в следующих влогах уже увидите, потому что я этот заканчиваю влог. Вот, и, в принципе, у нас остаётся прозрачность. Вот, смотрите, я выключила свет. И огоньки мои также видно красиво. Вот, то есть мне нравится. Вот так вот. Вот так вот тоже красиво, аккуратненько. В общем, в принципе, я довольна. Наверное, что-то такое я хотела. Ещё не могу понять. Но чувства, что нужно вернуть и поменять, у меня нет. Хочу оставить их. Они такие плотненькие, вот, хорошие на ощупь. Матовые, ничего лишнего нет. Сейчас вот они выровняются. И, в принципе, в принципе, вот здесь надо будет погуще сделать. Вот здесь, чтобы вот этого не было видно. Видите, вот погуще делаешь, и оно раз уже прям совсем не видно почти. Вот этого ужаса, вот этих вот непонятных проводов. Вот. Ну, напишите в комментах, как вам. В принципе, я пока не пойму. Но вроде бы лучше, чем с тюлью. С тюлью совсем прозрачновато. Кому понравилась тюль, кстати, вот так она называется. Тюль Лора. 3х280 муслин. Цвет белый. Вот такая вот она. Микаса. Все, мои хорошие. С вами все мои новинки. Сразу здесь уже повесила. Сразу вы уже поняли, да, как все будет смотреться. Хочу закончить этот влог. Начну следующее, когда девчонки придут ко мне. Как мы тут будем время проводить. Не знаю, доедут они уже в конце концов до меня когда-нибудь или нет. Вот. Ну и впереди куча развлекательных видео. Жду, опять же, идеи для нас. А под этим видео буду заглядывать в комментарии. Все, мои хорошие, вас люблю. Целую. Хорошего вам Нового года. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok